К другим темам. В Твери в двухэтажном доме на улице Ротмистрова ремонтируют стену. Напомним, что она начала разрушаться еще весной, но к работам приступили лишь в преддверии зимы. После очередного визита нашей съемочной группы, а также сотрудников ряда компетентных органов, работа закипела, отмечают жильцы. Какая обстановка сейчас в доме, расскажет Валерия Фомина. Проблема двухэтажки после военной постройки не оставила равнодушными жителей Твери, которые посмотрели новость о том, как выживают в спартанских условиях собственники комнат. Люди вынуждены мерзнуть, готовить всем домом на одной газовой плите и ходить в туалет на улицу. Причина коммунальной беды – ремонт стены в помещении, где располагались уборная и кухня. Разрушаться кладка начала еще в марте из-за постоянных протеканий крыши. Городские власти ввели в доме режим повышенной готовности, но рабочие появились на объекте только осенью и демонтировали разрушающуюся стену. Ремонтировать стену начали в октябре месяце. Сейчас середина ноября, ее уже сложили, ведутся штукатурные работы. Но возведением части одной стены ремонт явно не ограничится. Голой остается еще и крыша, а между тем уже выпал снег. Жильцы, что логично, беспокоятся, что придут зимние холода и они могут замерзнуть. Они рассказали, что несмотря на то, что батареи горячие, жильцам ближайших к ремонту комнат приходится ходить в теплой одежде. Некомфортно и в коридорах. Холодно. Я живу на первом этаже, как раз напротив ванны. Вот что у нас разрушено? Ванна, туалеты, кухня. Осень-то была не очень холодная, нормально было вроде бы в принципе. А сейчас-то холодновато. Я уже простыла. Как заверили нас в октябре в администрации Твери, работы ведутся по заказу департамента ЖКХ на средства из чрезвычайного фонда. К концу декабря все должно быть готово. Главная проблема в этом случае – изношенность. Дом, несмотря на разрушение, не был признан аварийным. А постройку могут признать такой, например, если есть физический износ конструкции. Вообще их целый список. Порядок признания – сложная и долгая процедура, говорят юристы. Многое зависит еще и от регионального законодательства. В Твери практика решения таких дел небогатая. Поэтому оптимальное решение для жильцов старых домов – своевременный капитальный ремонт. При необходимости и сроки можно подвинуть на несколько лет раньше запланированных. Конечно, можно признать дом аварийным и через суд. Но для него нужно техническое заключение, которое сделать не так уж и просто и затратно, а еще долго. Поэтому жильцам старого фонда советуют вовремя заниматься капитальным ремонтом. Это проще и дешевле, и безопаснее. Но в любом случае в решении таких вопросов нужны два главных звена. Это инициативная группа жильцов и юрист.